Севастопольское информационное бюро Первые новости города В студии Кирилл Попов Здравствуйте Алексей Чалый принял решение не участвовать в выборах в законодательное собрание Севастополя Несмотря на то, что собрал достаточное количество подписей в поддержку своей кандидатуры Напомним, Алексей Михайлович Чалый планировал на будущей неделе провести пресс-конференцию по вопросу выборов в Заксобрание Однако последние события в городе изменили это решение Алексей Чалый обратился к севастопольцам В своем заявлении он в частности сказал Я предполагал сказать, что несмотря на неоднократные заявления о том, что не собираюсь баллотироваться в новый состав ЗАГС Я принял решение идти в депутаты с тем, чтобы способствовать избранию в ЗАГС людей, готовых выразить недоверие господину Овсянникову И что после выражения ему недоверия планирую сложить с себя депутатские полномочия, считая свою миссию выполненной Основное событие этой недели провалило этот хитроумный план самым приятным образом Поставленная задача оказалась уже выполненной В этой связи я снимаю свою кандидатуру с выборов в пользу Александра Кулагина Призываю всех жителей северной стороны голосовать за этого кандидата Что касается меня, я планирую в течение избирательной кампании способствовать тому, чтобы в новый ЗАГС Севастополя попали люди, которым доверяют севастопольцы И которые доказали свою готовность работать на интересы города И, напротив, не попали люди, доказавшие свою готовность предать интересы города Конец цитаты Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев отправил севастопольское правительство в отставку Указ появился на официальном сайте исполнительной власти города Тем же указом членам правительства предписано исполнять обязанности до формирования нового состава Напомним, пост временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев занял 11 июля После того, как президент страны Владимир Путин принял отставку Дмитрия Овсяникова с формулировкой по собственному желанию Севастопольское отделение политической партии «Зеленые» 13 июля представило подписи севастопольцев в городскую избирательную комиссию За 10 с небольшим дней в поддержку партии выступили 1722 жителя города Героя Хочу отметить сложности, которые возникли при сборе подписей И я согласен с теми, кто критикует избирательное законодательство в части сбора подписей по мажоритарным округам По количеству сбора подписей Думаю, этот вопрос нужно со временем решать и сокращать его как минимум в два раза Потому что многие достойные люди не смогли преодолеть, пройти эту процедуру Именно из-за того, что это привязано к конкретному округу или к конкретной прописке конкретных людей Мне известно о том, что вчера вечером было большое число севастопольцев, которые пришли на простой тетябрьской революции Дом 57, там буквально была очередь И, к сожалению, я не смог приехать, чтобы поблагодарить людей за то доверие, которое они нам оказали Но могу сказать, что вот сегодня мы сдаем документы Севастопольскую избирательную комиссию, потом в территориальную избирательную комиссию И мне кажется, что очень важны два тезиса, которые наша партия будет отстаивать И которые я буду защищать как мажоритач по третьему избирательному округу Мне кажется, очень важно буквально две основных идеи Важны две основных идеи Работать на благо города и жить по закону Руководитель севастопольского отделения партии «Зеленый» Вячеслав Горелов уверен Необходимо прекратить уплотнительную застройку Сохранить уникальные природные ландшафты, чистоту моря и города По его мнению, основная проблема Севастополя не в отсутствии законов, а в их плохом исполнении Это нужно менять Вот за это мы будем бороться И наша программа, которую мы на будущей неделе уже, я надеюсь, что мы сможем, получим такую возможность сформировать и озвучить Она будет очень конкретной, очень точной, очень понятной И, скорее всего, она будет содержать конкретные сроки по принятию тех законов, тех действий, которые мы будем предпринимать Еще раз поблагодарю севастопольцев за то доверие, которое им оказали, оставив свои подписи в поддержку партии Первую пятерку партийного списка зеленых возглавили известные общественные деятели города Люди, которые боролись за сохранность наших лесов и культурного наследия Партия зеленых, на мой взгляд, необходима на политическом небосклоне Севастополя Именно потому, что эта партия изначально ориентирована на улучшение качества городской среды Севастополя Вот из-за этого я пришел в эту партию Никто, кроме нас, самих севастопольцев, тех, кто здесь родился, тех, кто здесь прожил всю жизнь Не сможет контролировать этот процесс и не сможет направить вот те средства и те усилия всей России в нужное русло Александр Кулагин завершил сбор подписей жителей своего избирательного округа в поддержку выдвижения на выборы в новый состав законодательного собрания Севастополя Гражданская поддержка решения Кулагина идти на выборы – это более двух тысяч человек Собрать все необходимые документы для подачи своей кандидатуры на участие в выборах удалось примерно за две недели Я хочу всех поблагодарить, это, конечно же, вот такое активное участие в поддержке моего самого движения Это и оценка, наверное, моей деятельности и, конечно же, аванс Потому что в случае моего избрания нам придется опять так же плодотворно работать для того, чтобы северная сторона превращалась в жемчужину нашего Севастополя Приятной неожиданностью для Александра Кулагина оказался тот факт, что большинство пришедших поставить подпись за его кандидатуру на участие в выборах – представители молодежи Это говорит об активной гражданской позиции, которая поспособствует развитию Северной стороны, считает депутат Кроме того, молодежь, оставившая подписи в поддержку Александра Кулагина, пять лет взрослее, была свидетелем деятельности депутата на Северной стороне В 2014 году мной была разработана концепция развития Северной стороны Многое из нее удалось сделать, запустить, включить в программы Нам необходимо дальнейшее планомерное развитие этой концепции развития Северной стороны Потому что там первые потребности для людей Инфраструктурный объект, газификация, ну и многие другие вопросы Предложить, каким должен стать город-герой, теперь смогут сами севастопольцы С 15 июля медиа-центр «Севастополь» переходит на новый формат общения с горожанами Теперь желающие смогут рассказать о проблемах города, своем видении его развития И получить комментарии приглашенных экспертов Именно они совместно с севастопольцами будут обсуждать болевые точки и искать пути их устранения Подготовленные командой медиа-центра репортажи и данные о работе, которую необходимо провести в городе Будут предоставлять временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Дополнительно будут взаимодействовать и с общественными организациями Новый режим работы медиа-центра с 9 утра до 6 вечера по адресу проспект Нахимова, 1 Вместе с вами мы составим нашу предвыборную кампанию Мы вместе с вами составим наш план по работе Мы составим нашу программу предвыборную И она будет действительно народная и севастопольская Какие бы политтехнологи не писали кому предвыборные программы А вы знаете, что часто нанимают умных политтехнологов, чтобы писать умные книжки Но лучше всех проблем из севастопольцев знают только севастопольцы И они могут нам подсказать, как сделать идеальную предвыборную программу для наших кандидатов и партий На встрече с журналистами Руслан Асташко рассказал, что 13 июля все кандидаты и партии, за которых севастопольцы оставляли свои подписи на протяжении нескольких недель, подали документы в Севызбирком Впереди будущее я хочу поблагодарить севастопольцев за то, что они оказали доверие нашим кандидатам, нашим партиям И хочу сказать спасибо волонтерам, потому что благодаря их работе, благодаря той точности, с которой они собирали подписи У нас сегодня при сдаче документов в Севызбирком, в территориальную избирательную комиссию не было вообще никаких вопросов У меня в Гагаринском районе приняли документы за 5 минут Спасибо, ребята, вам большое Наталья Поклонская провела прием граждан в Ялте Пресс-служба депутата Госдумы сообщает, что обращения ялтинцев в основном касались соблюдения градостроительного и земельного законодательства Это очень болезненный вопрос для курортного города Однако с такими же проблемами, а также с вопросами нарушения прав граждан в сфере здравоохранения, к депутату все чаще обращаются севастопольцы Сегодня в Ялту приехали, как обычно, жители Севастополя Мне очень приятно, потому что Севастополь практически везде приезжает И это радует, значит, доверяют люди Я благодарна им, стараюсь оправдать их доверие Подвижки уже в этом вопросе есть, потому что на запросы мои есть реагирование со стороны прокуратуры Севастополя Со стороны даже администрации города Севастополя Это радует В Нахимовском районе на публичных слушаниях обсудили проект планировки одного из старейших городских парков – Ушаковой балки Чиновники предлагают изменить статус на земле общего пользования для того, чтобы не допустить здесь строительство частных домов и высоток Однако за такими благими намерениями скрывается много сомнительного, считают горожане, пришедшие на общественные слушания Закрепить территорию Ушаковой балки в статусе общественного пространства и тем самым запретить на ее территорию любое капитальное строительство Так необходимость сменить земельный статус, объясняет директор Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Маложавенко Он отмечает, промедление в этом вопросе дорого стоило городу, ведь еще с украинских времен в этом районе активно предпринимались попытки как индивидуальной, так и многоэтажной жилой застройки Новый преданный статус должен обезопасить эту местность от подобных угроз Западный склон к Ушаковой балке еще до 2014 года было предоставлено под многоэтажную жилую застройку Так называемая ООО ТЭРА, Департамент архитектуры в течение последних двух лет судился с ним и дошел до Верховного суда, оспаривая возможность строительства на этой территории Верховный суд направил на повторное рассмотрение, но тем не менее мы хотим, чтобы таких случаев больше не возникало Уничтожение старого парка при застройке это еще не весь урон, который можно нанести Севастополю По мнению Александра Маложавенко, строительство значительно увеличит угрозу оползней в этом районе Особенно это будет заметно, когда по пролегающей рядом железной дороге снова начнут ходить поезда, которые сами по себе будут создавать серьезную нагрузку на находящийся неподалеку холм Это все равно вибрации нагрузки на этот склон, тем более склон имеет оползень в этом месте Заключение такого рода есть, это будет показано во время публичных слушаний Поэтому мы считаем, что там недопустимо желая застройка С научным многолетним опытом борьбы за зеленые зоны города, севастопольцев продолжает беспокоить потенциальная возможность появления в парке объектов капитального строительства Хотя чиновники уверяют, раз на чертеже планировки участки под застройку не выделены, то и бояться нечего Если бы мы предполагали возведение там объектов капитального строительства, то мы бы формировали под них самостоятельные земельные участки и показывали бы их на чертеже планировки территорий, как зона допустимого размещения объектов капитального строительства В данном случае в составе этого проекта планировки не предлагается Однако в проекте планировки предлагается выделить часть территории под земли религиозного использования На вопрос горожан, кто, на каком основании и без учета мнения общественности предложил это сделать, чиновники не ответили На вопросы горожан они отвечали сухо и не информативно Ваше мнение и вопрос учтен и будет внесен в протокол публичных слушаний Но сегодня, как выясняется, неизвестно, кто делит ушаковую балку, откуда вдруг в официальных картах появляются новые данные и что это за данные вообще А кто-то отдельно сидит и в кадастровую карту вносит, в отличие от существующих нормативных документов регионального значения, свои какие-то участки Поэтому у меня возникает вопрос, кто и когда этот участок занес в кадастровую карту Если это было по распоряжению правительства, то приложить эти документы Если это какое-то лицо мифическое, то хотелось бы его озвучить После проведения публичных слушаний у чиновников будет месяц на рассмотрение внесенных горожанами предложений После внесения корректировок с учетом мнения жителей проект планировки будет утвержден на заседании правительства Кирилл Попов, Дмитрий Фомин, Севонформбюро Севастопольцам, чьи квартиры пострадали во время дождя После капремонта кровли выплатят компенсацию Об этом рассказала представитель фонда содействия капитальному ремонту Анна Москаленко Напомним, 11 июля в эфире нашего телеканала мы рассказывали о том, как жители квартир верхних этажей Дома номер 15-17 по улице Маршала Геловани жаловались на некачественный ремонт кровли Граждане утверждали, что крыша течет больше двух лет По их словам, подрядчик реагировал на обращение Несколько раз устранял течь, но этого хватало ненадолго В фонде содействия капитальному ремонту говорят, что ремонт выполнили в 2016 году А первое обращение от жильцов поступило только месяц назад Подрядчик получил предписание и обязуется устранить нарушение в ближайшее время Сейчас работает комиссия Ее представители определят, по каким причинам произошла протечка капитально отремонтированной кровли Причина в нарушении технологии подрядной организации Либо в неверной эксплуатации К сожалению, такие моменты бывают, когда управляющая компания в нужном объеме не производит чистку ливневок Потому что одно дело сдать кровлю после ремонта, но потом она нуждается в грамотной эксплуатации Ремонт кровли методом напыления пенополиуретановой смеси с полимочевиной используют при капитальном ремонте Севастопольских кровель с 2015 года, рассказала Анна Москаленко Она отметила, что метод хорошо себя зарекомендовал Благодаря тому, что новое покрытие можно наносить поверх старого ковра Исключаются протечки крыш во время капитального ремонта После того, как мы сделали эту кровлю, никаких претензий от жильцов не было На этой неделе мы получили рекламационный акт, где есть затекание в одном месте Наша бригада туда выехала, устранила замечания Но после последних дождей показалось, что эти замечания были не до конца устранены Так как мы не видели окончательно, где поведет и как себя вода Значит, на этой неделе у нас прошел, приехал весь необходимый материал И, как я и обещал жильцам, к концу недели мы полностью устраним все эти недочеты После того, как комиссия определит, по чьей вине произошла протечка Севастопольцам, чьи квартиры залило после капремонта кровли, выплатят компенсацию Коллеги адвокатов региональной общественной организации «Защита интересов граждан» Помогает севастопольцам отстаивать право на проживание по месту регистрации За помощью к юристам, которые оказывают бесплатные услуги по президентскому гранту Обратилась Эмма Осипенко Вот уже пять лет женщина не может переехать в комнаты, которые получила Как работник коллективного сельскохозяйственного предприятия «Память Ленина» По словам адвокатов, родственница, пострадавшая незаконным путем Оформила право собственности на жилые помещения Судебное разбирательство по делу Эммы Осипенко Представители общественной организации «Защита интересов граждан» Ведут уже на протяжении года Борьбу за положенные по закону квадратные метры Эмма Осипенко ведет с 2015 года Женщина рассказала, что две комнаты бывшего общежития В селе Терновка получила как работник Сельскохозяйственного предприятия «КСП «Память Ленина» Но вселиться туда и жить с детьми и внуками Женщина не может до сих пор За пять лет семья прошла через множество инстанций С просьбами о помощи Потратила деньги на юристов, которые не смогли сдвинуть дело с мертвой точки Последней надеждой стали адвокаты Севастопольской региональной общественной организации «Защита интересов граждан» Специалисты ведут дело уже на протяжении года Вот уже год назад В организацию «Защита интересов граждан» Обратилась гражданка Осипенко И все члены ее семьи А именно дети и муж Они обратились с просьбой о том, чтобы им помогли вселиться в квартиру В которой они прописаны, но в которой их не впускают В связи с тем, что в эту квартиру незаконно, в тайне от них вселилась И затем зарегистрировала право собственности на эту квартиру И ее родная сестра Почуйка Галина Николаевна Татьяна Захарова с уверенностью говорит Право собственности было оформлено незаконно Адвокат обратила внимание, что квартиру Галина Почуйка получила С помощью представителей предприятия «Память Ленина» Две комнаты бывшего общежития КСП Почуйкой передали якобы за стоимость пая Квартира была передана на собрание членов-пайщиков Причем собрание было, как я понимаю, настолько не готово Вот к такому незаконному акту передачи квартиры Что на тот момент Почуйка Галина Николаевна Еще даже не являлась собственницей данного пая Она купила его только через два месяца После проведения собрания у своей матери То есть она не имела полномочия на получение квартиры взамен пая Это все было сфабриковано Сейчас семья Эмма Осипенко снимает небольшой дом по улице Силантьева Вместе с мужем, двумя детьми и внучкой Они переезжали девять раз с квартиры на квартиру Женщина не предполагала, что пустив пожить собственную сестру Поплатится за свою доброту квадратными метрами Она считает, что если она меня туда пустит, как я просила Потом она меня не выгонит Вообще мотивирует юридически своим решением суда, которое 2006 года Тем же Балаклавским районным судом Вот снимаем дом, вынуждены снимать жилье Только потому, что не можем попасть по месту прописки По месту регистрации Были привлечены МВД, мы пытались вселиться с участковым Ну, в основном и не так скажем Вот, приходится снимать Специалист региональной общественной организации «Защита интересов граждан» Рассказала, что по итогам нескольких судебных заседаний Балаклавский районный суд признал законным право собственности Галины Почуйко С решением этой инстанции адвокат не согласна После чего мы обратились в апелляционную инстанцию Где изложили целый ряд доказательств, помимо того, что я вам еще сказала Но апелляционная инстанция, как ни странно, поддержала данное судебное решение Разумеется, мы намерены сейчас подать касационную жалобу В президиум Севастопольского районного суда И в том случае, в президиум Севастопольского городского суда И в том случае, если она не будет поддержана Мы будем уже обращаться в Верховный суд Тем временем семья Эмма Осипенко продолжает жить в съемном доме Женщина надеется, что вернуть законную квартиру все же удастся А дети и внуки больше не будут думать об очередном переезде Ну тогда я уже поняла, что мне нужно бороться хотя бы ради детей Дарья Юхновская, Дмитрий Лелека, Севинформеру Севастопольские волонтеры «Команда жизни» приглашают принять участие в семейном фестивале «Мы вместе» Руководитель объединения Анастасия Болицкая рассказала о новой интересной идее 27 июля на базе пансионата «Севастополя» в «Фэмили парке» соберутся подопечные волонтеров Дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители К семейному празднику присоединятся друзья и партнеры «Команды жизни» В рамках фестиваля планируется насыщенный день, потому что будут проводиться творческие мастер-классы, игры, спортивные интерактивы, танцевальные Также мы проведем инклюзивные игры, которые покажут каждому пределы своих собственных возможностей К проведению фестиваля уже подключились волонтеры-медики, организация «Белая трость Севастополь», наши постоянные партнеры и друзья Все севастопольцы, решившие принять участие в фестивале, могут быть уверены Их ждет атмосфера настоящего торжества Волонтеры приглашают желающих объединиться для совместного проведения фестиваля и дальнейшего сотрудничества Этой весной «Команда жизни» стала официально зарегистрированной волонтерской организацией Семейный фестиваль «Мы вместе» для ребят – первое партнерское мероприятие в официальном статусе НКО Целью фестиваля является помощь в социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья Потому что приглашены будут наши дети, их родители, и также фестиваль – это полностью раскрытая площадка для каждого Поэтому мы верим, что будет день яркий, насыщенный, незабываемый И все вместе мы сможем сделать это круто и классно Узнать все подробности можно в официальной группе «Команды жизни» ВКонтакте по ссылке, которую вы видите на экране В воскресенье в Севастополе будут традиционно отмечать День рыбака Накануне праздника состоялось торжественное собрание и концерт Почетными гостями в зале Дворца культуры рыбаков были труженики моря, которые создавали когда-то севастопольскую рыбную промышленность Ветеранам труда жаль, что все великие достижения остались в прошлом В 1990 году вылавливали рыбы 400 тысяч тонн, Атлантика одна А вот сегодня говорят, которые рыбаки в Черном море работают 40 тонн, 40 тонн и 40 тысяч тонн Вернее, 400 тысяч тонн, представляете, что это за объединение? Вот я хочу, чтобы такое объединение было Народное гуляние в честь праздника состоится на площади перед Дворцом культуры рыбаков в это воскресенье Яркая концертная программа и фейерверк ждут гостей Из университетских стен во взрослую жизнь Выпускники Севастопольского филиала Российского экономического университета имени Плеханова попрощались со своей альмаматор Торжественная церемония вручения дипломов прошла 13 июля в актовом зале вуза Спустя непростых 4 года студенты наконец закончили обучение Теперь девушки и юноши благодарят своих преподавателей за полученные знания Переполняют эмоции, вообще очень сложно говорить, очень сложно себя сдерживать Наворачиваются слезы, конечно, это очень трогательный момент Потому что студенческая жизнь была яркой, была активной Поэтому эмоции переполняют, конечно же, радость, конечно же, печаль Потому что мы расстаемся, была такая большая, одна крепкая плехановская семья Сначала были переживания по этому поводу, на самом деле оправдали себя все эти переживания Все было хорошо И на самом деле буду с теплотой вспоминать годы, которые я здесь провел Потому что очень много дал этот университет Не только в плане образования, очень много каких-то путешествий, внеучебных занятий и так далее Те, кто уже в скором времени станут экономистами, банкирами и маркетологами Четыре года назад еще только постигали азы и знакомились со своими одногруппниками и преподавателями О своих первых парах выпускники помнят до сих пор Я пришла сюда в 17 лет после школы, я была совсем ребенком Я пришла, для меня все было новое, новые люди, я очень переживала Хотелось произвести хорошее впечатление, хотела всем понравиться У меня первое впечатление от РЭО, это очень крутые, живые люди Расставание со студентами нелегко дается и преподавательскому составу В этот день университет покинуло 132 выпускника Из них 18 закончили обучение с красным дипломом Конечно, нам грустно, что мы отрываем от себя частичек Но с другой стороны, мы радуемся тому, что сегодня наши ребята получат дипломы Первой экономической вузы России По мнению Игоря Шевчука, выпускников Севастопольского филиала Российского экономического университета имени Плеханова Впереди ждет перспективная карьера А полученные знания помогут им в освоении профессии Севастопольский театр имени кукол впервые принял участие В международном эколого-этническом фестивале Чирчаян Который проходил в столице республики Хакасия с 3 по 10 июля За это время жителям Абакана участники показали 39 спектаклей На сцене под открытым небом театральные коллективы из Перу, Испании, Болгарии, Франции, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и Севастополя играли свои лучшие кукольные спектакли Севастопольцы показали хакасскому зрителю сказку для взрослых и детей Слон Хортон ждет птенца Коллективы более 10 городов, в числе которых и Севастополь, приняли участие в международном эколого-этническом фестивале театра кукол Чирчаян Что в переводе означает «дух земли» Впервые Севастопольский театр имени кукол стал частью масштабного события На 10 дней столица Хакасии стала центром сбора мастеров кукольного искусства Наш театр привез постановку «Слон Хортон ждет птенца» Художественный руководитель Артем Макеев рассказал, что именно этот спектакль попросили привезти организаторы фестиваля Спектакль полностью соответствует идее фестиваля о заботе об экологии души Мы были даже удивлены, потому что это один из самых некукольных наших спектаклей Хотя его очень любят зрители и приняли совершенно удивительным образом Хакасский зритель принял этот спектакль с большой благодарностью История, которую рассказали хакасскому зрителю, основана на дружбе и верности, говорит художественный руководитель Это был моноспектакль, главную и в то же время единственную роль исполнял Артем Макеев Это вечные темы, это тема верности, преданности, предательства, равнодушия Ну вот об этом спектакле Это очень простая история по сказке американского писателя, известного доктора Сьюза Слон Хортон ждет птенца Это, в общем, как бы детская история, но на самом деле она далеко не детская Именно поэтому ее с большим вниманием и благодарностью Впоследствии, как реакции зрителей воспринимают и взрослые Художник театра имени кукол Елена Собянина рассказала Чир Чайян собрал лучших представителей кукольного искусства из Перу, Испании, Болгарии, Франции Несмотря на большое количество иностранцев, языкового барьера участники не почувствовали К примеру, испанский театр Кулунка показал спектакль Андре и Дорин Где язык жестов и эмоций звучал громче, чем самые правильные слова Было абсолютно все понятно Потому что, вы же понимаете, что театр Кукол – это минимум слов Говорить там много не принято А язык жестов и приемов театра Кукол, он очень понятен, независимо от языка И все прекрасно было понятно Во время фестиваля труппа театра имени кукол успела не только себя показать, но и поучиться у коллег мастерству Мы посмотрели технологию вот этого пальчикового театра Допустим, Перу показывал, это очень известный театр Это театр тоже из рук И увидеть это вживую, это очень интересно А посмотреть, как это еще тем более делается На руках, на ногах и на лице, даже животом Конечно, и в техническом, технологическом плане, и в художественном каком-то Конечно, узнали достаточно много интересного В Хакасию театр имени кукол уезжал полным составом Все три актера, а вот вернулись уже вчетвером В Севастополь привезли уникальную куклу шамана Художник Бутафор Татьяна Удовиченко рассказала, что в Хакасии люди верят в их священную силу В руках я держу уникальную куклу, это куколка шаман Ее дарят всем участникам фестиваля Вот такое вот Потому что шаманы там есть действительно Мы их видели в живых Это произвело колоссальное впечатление Ну, насчет спектакля, это решать Артему Викторовичу Но то, что он будет у нас жить здесь вместе с нашими куклами, дружной семьей, это, конечно Сейчас театр имени кукол готовится к шестому театральному сезону Актеры репетируют два новых спектакля Юные зрители увидят сказку о глупом мышонке и еще одно действо Название которого пока секрет Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севинформбюро За минувшие сутки в Севастополе на свет появилось 16 детей 10 мальчиков и 6 девочек К этому часу все В выпуске Севинформбюро смотрите вечером в 19, в 21.30, в 23.00, ночью в 2 часа в 3.30, утром в 6, 8 и 10 часов, днем в 12.05, в 15 и 17.30 Телефон редакции 59-00-62, а также мобильный плюс 7-98-931-31 Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com Ждите новостей. До встречи!